Татьяна Арно Татьяна Арно Тань, вы всегда были и остаетесь красивейшей женщиной и востребованной ведущей. Вас что-то не устраивает в себе? Ну, до того, как я похудела, меня, конечно, все-таки не устраивало. То есть Ксения довольно резко высказалась, но она была, конечно, права. Потому что вам ли не знать, Алексей, что когда ты сидишь в новостях, а у вас был такой период жизни, то твою попу не видно. И, в общем, тебе хорошо, но сделали лицо, ты вышла в эфир и все нормально, а потом ты можешь поесть пельменей, и попа может увеличиться, и этого никто не узнает. Это все-таки была действительно провокация со стороны Собчак. В принципе, она надо мной давно иронизировала по этому поводу. И, в общем, в какой-то момент она выступила довольно жестко. И я хочу сказать, что это была самая крутая мотивация в моей жизни для того, чтобы похудеть. Вот эта вот благородная ярость, когда тебе на всю страну сфотографировали твою большую задницу в джинсах, вот это вот действует безотказно. И поэтому у меня был такой месяц, я не давала себе никаких поблажек вообще, что на меня совершенно не похоже, потому что я очень к себе лояльно отношусь и очень себя люблю. При этом мне было так важно выиграть этот спор, мне было так важно вот на результат пойти. Реально спортивная ситуация. Таня, а в чем суть пари-то заключалась? Мне нужно было, в общем, 10 килограмм сбросить. Так. И если бы я этого не сделала, я должна была помыть ее машину в ее купальнике. Ага. Таня, Синяя Собчак отреагировала на все ваши старания фразой «Скорее Лада выпустит нормальную машину, чем ты похудеешь». Да, да, да. Так чем закончился спор? Через три недели она поняла вдруг, что все-таки я выигрываю, потому что я регулярно выкладывала свои фотографии с тренировок. Люди, которые смотрели мои эфиры и писали в прямом эфире, что, боже мой, одежду уже надо менять. Потому что, ну реально, на глазах у всех лицо вот так вот уменьшалось. Ну все уменьшалось. Но Ксения Собчак ведь не успокаивалась. И вы обменивались довольно жесткими такими иголками в адрес друг друга. Давайте, друзья, посмотрим, как же переписывались две наши дивы Татьяна Арной и Ксения Собчак. Полушария телеканала «Дождь». Неудивительно, что человека с такими сиськами до сих пор держат в новостях. «Ксюша, у меня, в отличие от тебя, эти полушария есть, и они явно больше». Интересно, заказывает ли телеканал «Дождь» специальные стулья, чтобы вместить все, что у тебя больше. «Ксюш, или уходи сама по-хорошему, или я сейчас вентилятор включу». «Таня, я, может, и худенькая, но зато не такая, как ты. В тебя даже киржаков попадет». «Ксюш, ответь тогда, зачем ты носишь наковальню в сумочке? В Москве ведь редко бывает сильный ветер». «Таня, а когда ты становишься на весы, не мигает ли случайно надпись «По одному, пожалуйста»?» «Я-то похудею. Для этого мне хватит месяца. А если нет, помою твою машину в твоем купальнике». «Я жду, мой стручок, решайся, что сделаешь ты. Я извинюсь, креативно, как умею». Итак, вот они. Там еще была очень крутая история о нарексении. О нарексении? Да, это было мое главное изобретение, главная штука. И теперь вы этим гордитесь, очевидно. Конечно. И так, значит, Таня, был месяц для того, чтобы сбросить 10 килограммов. Значит, наверняка это не только жесткая диета, это еще и некие физические нагрузки, конечно же. Был очень жесткий график. То есть я пришла к своему тренеру, сказала, что у нас есть сверхзадача. Как любой нормальный человек, она сказала, «Кошмар, это невозможно, зачем?» Я сказала, «Нет, это нужно сделать, давай». И я, конечно, хочу сейчас сразу всем сказать, зрителям, которые смотрят программу, всем, кто в студии сидят, не пытайтесь повторить этого дома, потому что это неправильно. Все-таки 10 килограмм за месяц – это очень много. Потому что я-то буквально у меня с языка сняли. Я думаю, что многие уже сейчас, зрительницы, приготовили бумагу-ручку для того, чтобы записать рецепт похудания от Татьяны Арно. Нет, мало того, я хочу сказать, что я сейчас уже набрала три, и я вот сейчас зафиксировалась в самом идеальном. То есть мне вот эти вот три, которые еще были на три меньше, это прям было тяжело. Итак, Оксана Вадим, вот Татьяна Арно за месяц сбросила 10 килограммов. В чем польза вообще или, скорее, вред этой диеты? Не может ли организм потом набрать эти 10 килограммов и даже больше? Если человек скидает очень много ваги, одночасно, то есть очень большая загроза. Во-первых, что у него творится камень в желчном и хори. У него будет застой жира в печи, так называемый жировый гепатоз. И больше того, как правило, человек, которая худая, она очень сильно снижает калорийность своей ежи. И что выходит? В организме весь обмен речевин начинает идти очень-очень повильно. И потом, когда человек возвращается к своему рациону, этих калорий стоит для нее забагато. И она набирает все свои килограммы еще с плюсом. Надо полагать, все-таки, возвращаясь к диете, все равно отказ от углеводов абсолютный был, да? Нет, диета была такая. Мы ее придумали, в общем, с моим тренером. Утром это чуть-чуть углеводов для того, чтобы организму, в общем, чтобы он понял, что его совсем не мучают, что ему дали некую поблажку. Ну чуть-чуть это сколько? Это типа две ложки овсянки заварить кипятком и туда положить горсточку ягод. Вот это те углеводы. Это же и десерт, это же и какая-то история для перистатики. Это вот такая минималочка. Дальше идем на тренировку. Тренируемся. Там у нас были и силовые, очень много было и аэробного, совершенно разные. Под конец я уже начала не только плавать, я вначале очень много плавала, начала еще и заниматься единоборствами всякими. Очень хорошая тоже история. Такая бокс, когда с тебя течет все. Дальше обед. Это много зеленого салата. Ну чуть-чуть можно оливкового масла, немножко лимона, но никаких там, не знаю, помидоров. Лучше вот, чтобы все было зелено. И ужин, так как я больше всего на свете люблю есть вечером, как это у большинства людей. Да, это сколько хочешь белка. Вот здесь я сказала, не кусочек маленький. Прямо курицу можно? Прямо курицу? Да, прямо курицу. Ну потому что я не могу, мне очень важно, я прихожу после работы, и я не могу не есть. А когда вот иногда ночью просыпаешься, думаешь, вот не уснет, организатор отказывается засыпать, пока в него что-нибудь не забросишь. У вас такое бывало? Нет, мне снилось, что я обжираюсь. Мне снилось, что я ем мороженое, политое сверху взбитыми сливками, и несколько раз я просыпалась в ужасе, что, боже мой, я нарушила, какой кошмар. И вообще у меня была все время паранойя, потому что я приходила в рестораны куда-нибудь там навстречу с друзьями и все, и я понимала, что, ну, очень много людей, правда, на улицах подходили, меня поддерживали. И я думала, что даже если сейчас просто вот рядом со мной будут стоять какие-нибудь булочки общие, то кто-нибудь может это снять, потом сказать, ааа, кошмар, не сдерживается. То есть у меня было прям реально, я все отодвигала, и все мои близкие, мои мама с папой, мой любимый человек, мои друзья, все знали, и спасибо им огромное, дико уважительно относились. То есть никто не говорил, эй, давай, сейчас эклеров поедим. Нет. Подождите, а вы сейчас, Таня, как-то продолжаете сидеть на этой диете, изматывающей, заниматься спортом? Нет, я продолжаю заниматься не в таком ключе, как я раньше занималась, там, пару раз в неделю. И я продолжаю правильно питаться, но я себе позволяю и пасту, и тортики. И эклеры. Да. Вадим, все-таки в этих диетах, вообще во всех диетах, все-таки больше пользы или вреда? То, что вы нанесли все-таки больше вреда организму, это действительно так. Хотя вред поправимый, все это обратимо. Но не стоит ради, честно говоря, смешного спора свое здоровье, очень считаю. Я просто понимаю, что вот сейчас, в той форме, в которой я сейчас, я себя чувствую более комфортно. И так как я очень хочу стать мамой в ближайшее время, то я понимаю, что вот это моя отправная точка, от которой я буду уже там поправляться и потом худеть назад и так далее. Мне сейчас очень хорошо там. Но ведь в итоге вы выиграли этот спор, но Ксения – это женщина, которая, судя по всему, не умеет проигрывать. Друзья, внимание на экран. Друзья, внимание на экран. А мне петь вот эту песню «Знамя вечное» Стала раза в два легче ты, слона Признаю свою субтильность и беспечье Лай-лай-лай-лай Лай-лай-лай Лай-лай-лай-лай Лай-лай-лай Ну такой, честно говоря, двусмысленный ролик. И так вот эта вот фраза «стала ты раза в два легче слона». Ну как-то странное извинение, да? Ну, в общем, в этом вся Ксения Анатольевна, и я не обижаюсь. Мне кажется, она зато продемонстрировала такие чудовищные свои вокальные данные, что вообще… Пикировка продолжается, надо сказать. Вот мы же сегодня тоже хотели предпринять попытку свести вас в эфире для того, чтобы действительно вытянуть из Ксении Анатольевны… Тем более, что она тоже находится здесь. Да, она во Львове сейчас вместе со своим мужем на фестивале хотели связаться, чтобы наконец вытянуть из нее нормальные человеческие извинения, чтобы она на всю Украину извинилась перед вами. Но, видимо, вчера была очень крутая вечеринка на джазовом фестивале. Поэтому Ксения Анатольевна сегодня вне зоны доступа. Ну вот дальше, вот в этом ролике мы уже показали только один фрагмент. Ксения Собчак намекает на некие таблетки, которые вы вроде как пили и усиленно худели. Это так? Да, да, да. Это были такие французские таблетки, которые не продавались еще в Российской Федерации какое-то время. Ну, то есть сейчас они вроде появляются. Так подождите, так вот в чем причина похудения вашего в таблетках? В этом тоже, конечно. Они ускоряют метаболизм в три раза. Насколько эти таблетки действительно полезны? Понимаете, людина такая истота, что она шукает очень легких шляхов. Она будет носить шорты, от которых можно похудеть. Она будет смоктывать жир. Она будет ходить на какой-то супер-массаж 100 пальцев. Ну, просто взять и пойти на стадион, она будет пить таблетки, от которых ей нужно одевать памперсы. Потому что, знаете, ну, они же, как правило, послабляют, они очень сильно в сычагине и так дальше. Она будет терпеть все. Ну, просто она не одет штаны, кроссовки и не выйдет на стадион. Значит, ну, Татьяна Арно, конечно же, не только таблетки пила. Давайте все-таки разберемся. Вот эти таблетки, которые ускоряют метаболизм. Какие последствия, какие риски? Это, во-первых, нарушение, прежде всего, функции щитовидной железы, нарушение функции поджелудочной железы. Это говорит Украина. Девушки, желающие похудеть, и не особо себя утруждают походами к диетологам. Внимание на экран. Самый простой путь выбрать для себя диету. Зайти в интернет и там полюбопытствовать, как худеют звезды. Многие актеры и певцы охотно делятся советами и за короткое время, как они утверждают, приводят себя в форму. Мы решили проверить диеты вот этих звездных особ на обычных украинских красавицах. И выбрали троих из них. Пожалуйста, встречайте Анну, Наталью и Настю. Итак, Анют, значит, вы выбрали для себя диету Николь Кидман. Да. Значит, давайте сейчас посмотрим, друзья, что же входит в эту диету. Австралийская диета Николь Кидман выглядит таким образом. Снеданок, чашка черной кавы с маленьким несолодным сухариком. Обед, пісне, отваренное мясо, нежирная рыба обо яйца, сварене в круту. На гарні рекомендуються свежі помідори, терта морква або зелений салат. Доповненням до обіду може бути невеликий шматок твердого сиру та знежирений кефір. Вечеря, варена риба з овочами або яйца з зеленим салатом. Дотримуючись австралійської дієти Николь Кидман, треба вживати не менш як півтора літра води на день і повністю виключити з раціону алкоголь, сукор та сіль. Дієта розрахована на два тижні, але помітний ефект з'являється вже у перші сіх днів. Другий тиждень йде на закріплення досягнутих результатів. Як би сказала моя бабушка, откуди у тебе силы-то беруться? А как вам на цій дієте? От, найбільший тиждень – це другий. Так. Тобто були в окруженні, т.е. потімнення в глазах. Тобто у вас на другий день почали потімнення в глазах? Да. То есть чем это связано? Почему потімнення в глазах? Калорійність такої дієти – це десь 500-700 кілокалорій. Це дуже мало для людини. Тому що для людини має бути для того, щоб вона повноцінно жила, себе почувала добре, має бути не менше 1200 кілокалорій. І от така гіпокалорійна дієта, вона різко знижує обмін речовин. Якщо людина на такій дієте буде знаходитись більше, ніж 2 тижні, в неї буде випадати волосся, в неї буде морщити шкіра, лущити шкіра, в неї буде слабкість і т.д. Господи, ужас. Подождите, Аня, ви вже скільки на цій дієте сидите? Неделю. Вам треба щось прекращати, тому що начнут волосся випадати. Зачем? Ви будете в формі, але лисі. Як вам? І с волосами, але... Як ви убираєте? Вы вообще на самом деле, зачем сели на діету-то? Чого вам себе не нравится? Я во время беременності набрала 30 кг. Т.е. у мене закріпився вес 73 кг. Так. І скільки за неделю ви сбросили? 5 кг. Це дуже багато, це нереально багато, тому що максимум людина може скидати в тиждень. Це, ну, пів кілограма – це ідеально. Просто-просто ідеально. Ну, до кілограма, але не більше. Не більше, ніж 5 кг. Какі різки в даному случі? Давайте я вам розкажу, що відбулося. По-перше, вона втратила кілограми. Це не жир. Вона втратила воду. Раз. Вона втрачала м'язи. Два. Треба було обов'язково доповнити фізичну активність. Якщо не буде фізичну активність, обміна чоловіне ніяким чином не буде. Із цього ми вполне можемо зробити, Вадим, вивод, що діета Николь Кидман – плоха діета. Не стоїть так іздіватися над організмом. Другое дело, ви вже получили проблеми с печенью, вони поки не чуствуються, к счастью, і неизвестно, що буде далі. Остановіться, ради Богу. А вам легко? Також, у нас проблеми с печенью от другого. У многих. Ничего страшного не переживай. Ну, тем не менее, вот тяжело все-таки, да, було сидеть на... Ну, вот, как сейчас уже, то есть нормально. Я уже привыкла. Сказала она слегка пошатываясь. Значит, на діете Николь Кидман мы ставим крест, так? Здесь в данном случае конкретном, конечно, крест. Так, значит, а кто охудел по діете Бритни Спирс, признаєтесь, Наташа? Ага. Ну, давайте посмотрим, собственно, что представляет и себя эта звездная діета. Діета Бритни Спирс полягає у сбалансованному поединанні вуглеводів, білків та корисних жирів у пропорції 40 на 30 на 30. Простіше кажучи, все, що вы кладете собі у тарілку, треба подумки разделити на три частини. 40% вашої порції мають складати овощі з низьким вмістом крахмаля. Це спаржа, рукула, шпинат, огірки, помідори, будь-які види капусти, цибуля, болгарський перець, стручкова квасоля та горох, цукіні, темно-зелені листкові салати. В ці ж 40% можуть входити будь-які фрукти, окрім бананів. 30% вмісту вашої тарілки мають займати продукти низької жирності, а решту 30% меню має складатись з продуктів, які місять багато корисних жирів. Це більшість видів морської риби, білий м'ясок птиці, горіхи та насіння сумішника, авокадо, оливки. Перепустимо вживання оливкової олії і навіть сала. Ну, слушайте, тут нормально. Тут ще можна жити, мені кажеться. Ну, дієта Бридніспірс, як по мене, треба, мабуть, власного повара, тому що дуже складно розділяти 40% конкретно угліводів і по 30% іншої пищи. І, крім того, Бридніспірс-дівка власнася достатньо обеспечена і багатая, і основной раціон був із всяких морських гадів. Дороговато буде, взагалі. Да, да. Действительно, дороговато. Всякі креветки, там, мидий і прочее. А ви похудели? Я похудела, да. Похудела где-то на 3 кг. За неделю? За неделю, да. В принципе, вот это более сбалансированное. Фактически, это сбалансированное питание, которое учат в медицинских университетах. Вот это сбалансировано. Ничего не могу сказать. Так. Ну и, Настя, у вас диета? У меня была самая изуверская диета. Самая изуверская? Да, да. Это вот госпожа Синді Кроуфорд, она мазохист. Давайте посмотрим на суть мазохизма от Синді Кроуфорд. Друзья, внимание на экран. Система харчування Синді Кроуфорд являє собою диету на основе капустяного супу, який створює відчуття ситості. Рецепт капустяного супу від Синді Кроуфорд такий. Невеликий качан капусти, морква, шість штук, шість головок цибули, шість перьинок зеленої цибули, два болгарських перця, три помідори, п'ять стеблей селери и третина склянки рису. Боже мой, и что, и все? Только капустный суп? Вот этот гадкий капустный суп, значит, который, естественно, все эти ингредиенты, вот в том количестве, в котором они перечислены, ни в какую кастрюлю, кроме влагерную, не влезут. Поэтому это сразу все делится на атре. Первый день вот этот чудный супчик плюс овощи. Второй день чудный супчик плюс фрукты. Можно еще, вау, 150 грамм кефира. Третий день потеря вообще желания жить наступать. Но говорят, что это самая эффективная зато диета, вроде как и питательная. Слушайте, попробовали бы вы попитаться 4 дня этой питательной диеты, я думаю, что... Да сколько дней вы продержались, Настя? Все 5, все нормально, да, но просто уже в последний день я уже не могла на него смотреть. Представьте, вот этот суп, это если сварить салат. Я просто салат не варила. А, он еще и не соленый. Да, он еще и не соленый. И сколько вы сбросили? Ну, я думаю, что где-то ближе к 4 килограммам. У нас ведь есть еще один тут человек в студии, который на этом капустном супе вынужден сидеть. Потому что, насколько я понимаю, жена другим не кормит. Правда, Евгений? Не совсем капуста. А на чем? Какой суп у вас? Чтобы быть честным, суп был сельдереевым. И на момент, когда я втянулся в эту секту худеющих, я уже месяц плотно, регулярно, каждый день ходил в спортзал, я более-менее разогнал организм. Потом так получилось, я сделал предложение своей возлюбленной, и она согласилась и сказала, вот только один момент, я похудею к моменту свадьбы. И достала эту диету сельдереевый супчик. Гадость редкая, там кроме этого супчика еще можно было есть какую-то траву, я не помню точно, но как только закончились две недели, я термос, в котором суп носил, выбросил. Правильно. Вы так с ним расправились. Денис, насколько все-таки это правильно, когда ты сидишь, ешь там капусту или сельдереевый суп, еще и ходишь качаться? Сил, конечно, мало, но зато, когда человек проявляет физическую активность, это подстегивает обмен веществ. К этому мы добавляем дробное питание, это тоже ускоряет обмен веществ. Вообще, все эти три диеты, это вот мне напоминает танцы с шаманским бубном вокруг кухонного стола. Потому что мы не говорим о самом главном, мы не говорим о дефиците калорий индивидуальном. То есть у одной девочки может быть потребность 3000 калорий, а другой и полторы будет много. Саш, ну вы-то хоть не приносили себя в жертву капустному супу? Нет, не капустному супу, но я вот так сейчас послушал, наверное, мне сейчас господа диетологи забьют ногами. Потому что вот если исходить из их логики, то я уже сейчас должен быть без волос, без зубов, с камнями везде, где только можно. И, извините, дрыщ вот без мышц, да? Вот. Ничего этого нет, и тем не менее, за два месяца я сбросил 22 килограмма. При этом занимаясь спортом и ходя в тренажерный зал. Каким образом вы сбросили 22 килограмма? Ограничиваем потребление углеводов, не исключаем их вовсе, но ограничиваем. Ну, грубо говоря, грудка, салат с оливковым маслом, да? Вот. Без сахара вообще, чай только с сахарозаменителем. Последние две недели я, правда, еще исключил из рациона соль, чтобы вывезти воду. Ну, в общем-то, да, я потерял несколько килограммов, но они потом быстро пришли. Тут вот я совершенно с вами согласен. Да, я потерял в мышечной массе, но зато у меня выдающаяся часть моего тела ушла. А можно вопрос? Я просто с точки зрения женской могу ответить, а вас с точки зрения мужской спрошу. А как-нибудь это влияет на мужскую функцию? Абсолютно как. Я отдал вам потом телефон моей супруге. Это не влияет. Не влияет абсолютно. Не влияет. Абсолютно. Но на самом деле это очень смешно и мило наблюдать, как действительно взрослые, абсолютно состоявшиеся мужчины рассуждают о диетах. У вас когда, кстати, появилась эта мысль, вот, все-таки жесткость есть? А была стимуляция, вот у Татьяны, да, Ксения Собчак ее подначивала. А нам с Евгением предложили сняться в одном из мужских журналов, ну, топ-лес, да, грубо говоря. Вот. И, конечно, не хотелось бы, чтобы что-то свисало. Да, у меня была какая-то мышечная масса, там, грудь, плечи, ну, что-то, что-то было, но это было не эстетично. Поэтому я решил вот так, да, взяться и за два месяца, ну, получилось. Я не ожидал такого результата, честно признаюсь. Я думал, ну, будет минус 10 килограммов максимум. Ну, вот так, минус 22. Я похудею любой ценой. Вот тема нашей сегодняшней программы. Это говорит Украина. Сегодня мы рассказываем вам, наверное, об эффективных и не очень методах избавления от лишнего веса. В начале весны этого года один из наших героев. Львовянин Николай Ногайчук, вес которого составлял 250 килограммов. И мы измеряли здесь, если вы помните наши постоянные зрители в этой студии. Так вот, Николай решился на операцию по ушиванию желудка. Давайте вспомним, собственно, как Николай приходил к нам в студию. Внимание на экран. Когда Николай Ногайчук вернулся к нам по помощи, он весил 248 килограммов. 248 килограммов. И не мог самостоятельно избавиться зайвоей ваги. Худнуть за допомогою диет у Коли не вистачало силы воли. Он не весил на вариант, который ему предложил хирург Иван Тодуров. Операцию с выделением частины шлунка. Вырезать мало дельянку, которая отвечает за аппетит. Это должно было приборкать желание Николы вкусно поесть и позволить его сутки уменьшить порции. Три месяца назад, когда Коля встаннее был в нашей студии, он весил на 26 килограммов меньше, чем до операции. Ну что ж, мы продолжаем следить за судьбой Николая. Вот он здесь в нашей студии. Встречайте его, пожалуйста. Николай, как вы себя чувствуете? Отлично. И сколько вы еще сбросили? Ну, где-то килограмм 20. Значит, с момента операции сколько всего? Ну, килограмм 46 где-то сбросил. 46 килограммов. Это хороший результат? Ну, это не окончательный, поэтому на данный момент хороший. Сколько вы хотите сбросить? Ну, если честно, хочу еще килограмм 100 сбросить. Еще килограммов 100. А, кстати, Оксан Вадим, это реально? Это реально, да. Но очень сложно дальнейшие шаги будут для Николая. Если он только уповает на то, что уменьшив аппетит, он будет в дальнейшем сбрасывать массу, это заблуждение. Нужно к этому прикладывать еще будет какие-то физические... Например, то есть сидеть все-таки на диетах на каких-то? Физические упражнения. Я не знаю, вот как. А вы занимаетесь спортом? Ну, пока только много гуляю. Вам нужно обязательно в бассейне, там нет никакой нагрузки на суставы, ни на что. Да, в бассейн это хорошо. Это прям лучше, чем гулять. Только где мне взять персональный бассейн? А как понять персональный? А почему можно в общественной ходить? А у меня еще много комплексов. Да наплюйте вы на эти комплексы. Наплюйте на комплексы. Вон и Таня, спросите по поводу комплексов. Обниму и пусть все посмотрят. Пусть только попробуют что-нибудь сказать в бассейне. Идите, правда. Спасибо. Слушайте, давайте вернемся к моменту после операции. Она, насколько я понимаю, прошла, слава богу. Все отлично. Отлично все прошло. Но с некоторых пор мне говорили, что вы не можете пить воду. Ну, просто как я ее только выпью, так ощущение, что я кирпич проглотил. Вадим, а почему это такая история? Это индивидуальный побочный эффект. Вы учтите, что любая операция это неприродный путь. И дело в том, что наш герой решился на серьезные жертвы. Он хочет эстетически выглядеть, но он должен чем-то пожертвовать. Не хочу я эстетически выглядеть. Ну, а для чего вы это делаете тогда? Я хочу иметь хорошее здоровье. Я хочу гулять. У меня есть племянник, которому три года, с которым надо постоянно гулять, играться, как-то развивать его. Но, тем не менее, если сейчас у Николая организм не принимает воду, могут быть еще какие-то последствия? Не исключительно. Ну, я должна сказать, что когда такие большие формы ожирения, то только операция может спасти людину. И поэтому операция для него это нормальный выход. И он сходный, и все будет хорошо. Если он будет рухаться, если он будет сбалансованно харчеваться, он сходный и на 100 килограммов. А Денис, вы помогаете людям с лишним весом приводить себя в форму. А какие самые впечатляющие результаты у вас среди ваших клиентов? Результатов очень много. Вот, допустим, показатель похудеть на 10 килограмм в месяц, ну, это очень мало. Ну, как, это нормально, но это не что-то особенное. Допустим, я в мае похудел на 13 килограмм за 3,5 недели. Самое главное в любой диете каждый день создавать дефицит. То есть получать калорий каждый день меньше, чем тратишь. Все диеты, Ларисы Долиной, Синди Кроуфорд, Кремлевская, все, смысл один и тот же, дефицит. Один раз человек составляет для себя меню. То есть я в день ем столько-то таких-то продуктов, столько-то таких-то. И потом каждый день, для него это как, не знаю, как молитва, каждый день он с утра готовит себе продукты на день в одном и том же количестве. И кушает это. Раз в неделю он взвешивает себя и делает коррекцию. Килограмм ушел, все нормально, ничего не меняем. Килограмм не ушел, сокращаем минус 100 калорий. Ушел, не ушел. То есть когда человек контролирует свой рацион питания, он может им управлять, он управляет диетой. Когда этого нету, ну это... Милочка, ну хоть вы-то на диетах не сидите. Нет, сейчас не сижу на диетах. Раньше тоже был опыт, и при том горький опыт. Я поняла, что похудение должно быть не с диет, а с правильного питания. И нужно настраивать себя психологически. Потому что я тут много раз слышала слово мотивация. Похудеть к празднику, похудеть к свадьбе, вот это неправильно. Нужно худеть для себя, это первое то, что... И мне очень понравилось, как Николай сказал, что мне хочется с братиком поиграться, да, у него есть сильнейшая мотивация. Но когда девушка худеет к определенному дню, и потом этот день проходит, естественно, что она психологически ничего в себе не меняет, и она начинает есть, как ела. Вот поэтому не нужно себя, нужно просто прислушиваться к своему организму. Не подсчитывать белки и углеводы, просто прислушиваться. И при том, что, конечно, исключить все, как бы, вредные и... Ну, то есть, вредные, я имею в виду, что шоколад и прочие гадости. Вы ведь сейчас не Арну ругаете? Ну, вообще, как бы, я не особо, как бы, ну, то, что я вижу, что у нее была мотивация конкретная, и то, что ей повезло, что она, как бы, пришла к этому весу и не стала, допустим, дальше есть и набирать. Ну, потому что у нее есть публика, у нее есть мотивация конкретная, потому что они увидели, потому что доказать всем, что она похудела, и при том, что еще держать себя в форме определенное время. Я не люблю слово диета, и сама, как бы, только придержусь правильного питания. Вы мне заключаете такие? Нет, 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 нет. Значит, пари зато заключила на одна из наших уважаемых экспертов Оксана, которая однажды взяла себе пациента. Сколько был вес у него? Ну, майже 180 килограммов. Он сидел, не хотел ни с кем разговаривать, прямо плакал и сказал, я никому не верю. Я говорю, ну, давайте так, я профессиональный лекарь-диетолог, я много лет работала хирургом, до того, 31 год в медицине, так что можете мне верить. Я говорю, давайте расскажите мне, как вы харчуетесь. Он витягнул целую кучу коробочек, тут ему эти коробочки продали, такие, вы знаете, без назви, за 13 тысяч. Цю бумажку, чтобы не ести жир, цукру и такого, за 700 гривен и так дальше. Он говорит, я уже никому не верю. Я говорю, а давайте теперь, мы будем просто правильно харчуватися. И он где-то с листопада, ну, почти 50 килограммов, он скинул. Он худен, не спеша, 3 килограмма в месяц, 2-3-4, но он делает зарядку каждый день, в час и вечера. Он раньше вообще не мог ходить, он так за стены держался и сказал, Васильевна, я не могу. Я говорю, через не могу, у меня боляются суставы. Он пришел к травматологу, а травматолог сказал, от пока не схудешь, до меня не приходит. И он пил таблетки, и через не могу, протезапальник, робил вправы, дыхал, ноги поднимал, в лежечку. И теперь он уже нормально ходит. Анатолий даже дошел здесь до студии у нас. Вот он здесь сидит. Так, слушайте, вы вообще тогда, в тот момент, потеряли всякую надежду? Когда пришла Оксана Васильевна, я думаю, я не верю этому. По ее рецептам я начал соблюдать. И было божание. И на данный момент 139 500. Я похудею любой ценой. Вот тема нашей сегодняшней программы. Это говорит Украина. У нас сегодня здесь в студии гости, герои, которые взялись сбросить килограмм. Разными методами они это делают и убеждены, что обязательно придут к своей цели. Наша следующая героиня обязательно поразит вас. Но сначала внимание на экран, друзья. Она никогда не была худышкой, но когда после родов встала на весы, чуть не упала в обморок. Стрелка показала 105 килограммов. А теперь встречайте Ивану Кучеренко. Мила на вас смотрит просто завороженно. Как это удалось? Ну, прежде всего, я не сидела на диете. То есть, как бы я кушала то, что соответствует моим целям. То есть, если я хочу утро провести бодро, если я планирую утром много бегать, прыгать, там, заниматься любыми делами, то, конечно же, начиная утро с углеводов, с быстро усвояемых, то есть, там, омсянка, фрукты и, конечно же, шоколад. Шоколад – это залог настроения и всего остального. Я не ограничиваю себя, так как если бы я вот сидела на таких жестких диетах в течение года, я бы, наверное, сошла с ума. Вы практически ни в чем себе не отказываете, я имею в виду, в питании. В принципе, да. Ну, смотрите, я, например, ну, вот не ужина, говорят, после шести, но я считаю, это глупо. Я знаю, что вот не нужно ложиться спать, нужно ложиться спать на пустой желудок. То есть, соответственно, если я там ем фрукты, то за три часа до сна. Если я ем мясо, то за четыре часа до сна. То есть, смотря за сколько времени переваривается той или иной продукт. Слушайте, вы сами к этому пришли или выходили к специалистам? Я сама приходила ко всему, так как вот у меня этот вопрос стал так очень конкретно. Я сидела, искала, то есть я много всего перечитала. Ну, смотрите, допустим, белковая диета, она работает за счет того, что организм не получает достаточное количество углеводов. Он долго перерабатывает белок, соответственно, много тратит калорий за это все время. Ну, и организм худеет. Вот я думаю, белок, так, ну, утром белок это плохо, утром мне нужна энергия. Если я буду есть утром белок, я буду себя плохо чувствовать. Не согласна, почему? Потому что какой-то период, да, я вот аналогично, просто слушая тебя и вспоминаю себя, я тоже могла на завтрак позволить себе шоколадку, что-то вредное. И потом я начала понимать, что я срываюсь. Вот конкретно к обеду у меня уже такой аппетит, что я не понимала, почему. Почему я постоянно смотрю на время, когда же обед придет, когда обед придет. Потом я поняла, что шоколад или любой сахар на завтрак, он повышает уровень сахара. И, соответственно, вроде бы мы насытились, но потом через пару часов приходит чувство голода. Поэтому я считаю, что белок это главное. А Вадим сидит и смеется на эти слова. Это еще раз доказывает, что человек – существо индивидуальное. Возможно, возможно. Здесь не будет никогда универсальных рецептов. Есть какие-то определенные принципы, которые, кстати, могут вступать в противоречие. Ну, слушайте, но каким образом все равно каждому из наших зрителей, кто этого хочет, вывести для себя ту самую оптимальную для него диету, каким образом? Опытным путем или идти к специалистам, что нужно делать? Потому что не у всех есть деньги, но специалисты. Потому что вы ведь тоже недешево стоите. Не, недешево. Ну, так что ж. Мужчины и дети секс кричат из зала. Есть, никто не придумал. Я только два шляха. Похудение – это правильно харчевать, не есть жирного, смаженного, копченого. И рухаться, все. Никто ничего не придумал. Я думаю, все хорошо, что в меру. Абсолютно отказываться от всего, ну, это просто невозможно. Ну, например, черный шоколад. Но это же корыстный продукт. Корыстный, если это черный, а не мелочный. Да, я тоже не согласен, что это вредно. Да, это очень корыстный продукт. В какие-то моменты мне кажется очень полезным киевский торт. Прям вот очень полезный. Когда организм бросит, и ты знаешь, что организм обманывать нельзя. Ну, нельзя. Это же издевательство. Ну, еще надо знать, что врань, а это ранок, а это вечер, обмен речевин у нас дуже швидкий. Тому врань, если дуже хочется, ну, трошечки мы можем себе дозволить. Воно сгорит. А в вечере уже все. К Татьяне Арно остался один лишь вопрос. Вы когда будете возвращаться в Москву, купите с собой киевский торт? Да, конечно, я же знаю даже, где он продается. Это говорит Украина. Спасибо, что вы с нами. Пока. Спасибо огромное всем. Субтитры сделал DimaTorzok